Всем привет, дорогие друзья! После того, как XRP показал довольно-таки внушительный рост за короткое время, стоит все-таки сейчас разобраться, куда цена токена XRP пойдет дальше. Зря ли я вышел из позиции, зря ли я зафиксировался свыше 50 центов. И сегодня мы разберем график от и до и посмотрим, что же нас ждет дальше. Что касается рынка криптовалют в целом, то сейчас мы с вами наблюдаем боковик. На рынке практически ничего интересного не происходит в целом, но и в то же время и стопа продолжает нас радовать XRP. За 7 дней он сохраняет положительную прибыль и она составляет свыше 11%. Что будет дальше и на что стоит сейчас обратить внимание. Что касается токена XRP, то здесь мы увидели, конечно же, заброс и сейчас потихоньку у нас токен XRP снижается. Ближайший уровень снижения на дневном таймфрейме нам показывает то, что мы вполне себе можем прийти. Первый таргет, первая поддержка это район 41,5 цента. И также вторая поддержка это район у нас 39 центов. То есть на эти уровни стоит обратить ваше внимание. Если мы, соответственно, сейчас торгуем по волнам Элиота, то мы получаем следующее. Мы увидели с вами заброс. Сейчас явно идет коррекция и крупные игроки фиксируют свои позиции. И, соответственно, эта коррекция вполне себе придет в район 41,42 центов. После этого мы вполне сможем выйти еще выше. Потому как фигура, которая здесь знаменует скоро, это золотое пересечение. И если, в принципе, цена будет сохраняться выше 250 мувингов, то мы, в принципе, можем ее увидеть. Если же цена упадет и будет ниже 200 мувинга, но будет над 50, то это будет знаменовать все-таки боковик. То есть ничего хорошего пока что не будет. Скорее, будет ретест каких-то минимумов и только потом выход наверх. Поэтому здесь мы будем смотреть, что будет дальше. Соответственно, если вы хотите зайти, то довольно-таки хорошая цена в 41,5 цента и 39 центов. Это вполне себе адекватные такие таргеты. Вы можете расставить лимитники и подбирать токен там. Если мы говорим с вами про какие-то другие таймфреймы, то, соответственно, на недельном таймфрейме мы отбились от того самого 200 мувинга. И сейчас корректируемся как раз-таки в район 41 цента. После этого вполне возможно после коррекции мы можем уйти выше. Потому что есть все-таки довольно-таки интересная штука, как бычий флаг. И, соответственно, здесь в какой-то все-таки краткосрочной перспективе можно рассмотреть то, что мы можем в принципе с вами уйти в район 73 центов. Это вполне реальная такая цель ощутимая. Для этого нам, конечно же, нужно, естественно, не проломить психологическую отметку 40 центов и не уйти ниже. То, что делают киты сейчас, в принципе, если мы будем даже рассматривать 4-часовый таймфрейм, это то же самое, что было с луной. То есть, что у нас было по луне. По луне у нас был выход явный. И если мы будем смотреть здесь, то то же самое. Киты выходили здесь, киты выходили здесь, сейчас здесь. Здесь они оставили фитили. И, соответственно, более того, здесь они на 4-часовом таймфрейме проломили зону поддержки. То есть, они свечами, телами свечи закрылись даже ниже. И, естественно, это может знаменовать нам такое небольшое падение. Естественно, если здесь вы купите, купите здесь, купите здесь, то это вполне себе адекватная, в принципе, цель для покупки. Для того, чтобы, в принципе, нам ждать какие-то 10-15% от той сделки, которая будет здесь реализована. Если мы с вами говорим про, естественно, перспективу к биткоину, то к биткоину тоже довольно-таки интересный график. Дело в том, что мувинги довольно-таки очень хороший инструмент, индикатор. И здесь по биткоину тоже самое, к биткоину XRP коснулся 200-го мувинга и сейчас откатывается. Что знаменует коррекцию и что знаменует то, что здесь, в принципе, мы выходить не намерены выше. И никакие там 3000, 4000 и 5000 за XRP не будет. То есть, это говорит о том, что, в принципе, здесь у нас ждет коррекция и, скорее, какой-то боковик. Поэтому здесь, я не думаю, что нам дадут там выше уйти. Поэтому, в принципе, будет то же самое, что с ценой к доллару США у XRP. Если мы будем смотреть, естественно, какие-то там глобальные цели, да, то нужно понимать, что XRP это стандарт. Биткоин никогда, ни при каких условиях не можно будет использовать для платежей. И если там будет в мире полный капец, да, блэкаут и вся другая мишура, то, в принципе, XRP для этого подходит, а биткоин не подойдет. Если мы будем говорить про, естественно, месячный там чарт, а именно месячный график, то, соответственно, у нас есть там таргеты долгосрочной перспективы, средние сроки. Там увидеть 70 центов, то есть, вполне себе. И, в принципе, все это дело, как ни крути, можно также реализовать в рамках Fibonacci и по Fibonacci, то есть, вернее, 0.72. То есть, это по Fibonacci. И, соответственно, по Fibonacci мы можем достигнуть намного выше целей. Но это такое, то есть, на самом деле, я не вижу смысла даже разбирать эти графики. Почему? Потому что история одна, но редко когда там тайная криптовалюта повторяют ее точно. Ну, вот если, в принципе, брать какие-то корреляции, то вот она очень похожа, эта корреляция графика XRP на ноябрь 2014 года. То есть, текущая у нас формируется, текущий PAM, да, то есть, и текущая формация у нас именно такова, как была в 2014 году. Тогда, в принципе, XRP вырос на 800%, и если, в принципе, он сейчас это сделает, то это довольно-таки мощный район. То есть, это даже там на 700%, если мы сейчас с вами решимся все-таки пойти выше, да, то это определенный район выше, чем был в апреле, значит, 20-го года, 21-го, да. И, соответственно, мы можем даже выйти выше. Поэтому я считаю, что вполне себе мы можем это сделать. Что касается, значит, партнеров Ripple, то он внедряет криптовалюты по QR-коду в Аргентине. Это партнер BITSO, вы все это знаете, это ведущая криптовалютная биржа, и вот они занимаются этим внедрением. Также бывший исполнительный директор Ripple Дилия Парау стал главой пилотного проекта CBDC в Австралии. Здесь есть ключевые, кстати, даты, дедлайны. И финальный, в принципе, финальный отчет, он будет вообще в июне 30-го, 23-го года. Пилотный проект, он стартует 31 декабря, и будет тестироваться, в принципе, до 30-го апреля. Тогда он закроется, и будет отчетность уже в июне создана. Поэтому здесь мы видим, что это довольно-таки очень сильно. То есть это, в принципе, сам тот факт, что программным директором этого пилотного проекта CBDC является бывший исполнительный директор Ripple Дилия Парау. Он работал, кстати, Ripple с 2014 года, и при чем покинуть компанию в 2019 году, в принципе, он уже здесь имеет такие наработки. Что касается SEC, то какого-то там суперпродвижения нету. SEC хочет одного, чтобы продажи XRP на вторичном рынке являлись продажей ценной бумаг. То есть это, в принципе, те продажи, которые вы сейчас покупаете XRP. То есть, например, вы торгуете на бирже Binance. Это вторичный рынок, и вот, соответственно, комиссия хочет это приравнять к, соответственно, Ripple, XRP, к бумагам. Но, так или иначе, я считаю, что это ее хотелки, но нужно будет просто смотреть на итог. Поэтому, таким образом, хотя XRP может и не быть ценной бумагой, каковой, ни другого возможного способа предложить или продавить XRP, кроме того, как ценной бумаги. То есть они, в принципе, фактически так хотят сделать, да, какие-то там, возможно, уступки в этом плане. Но, по итогу, даже если это будет так, то, фактически, если Ripple согласится, то они просто признают, что XRP это ценная бумага и не будут продавать вообще нигде, да. Не может быть такого, что для вторичного рынка это ценная бумага, для не вторичного рынка это не ценная бумага. Это просто бред. И поэтому я считаю, что вполне себе на это Ripple не согласен будет. Поэтому, подводя итоги рынка криптовалют, что можно заявить? Можно сказать, что сейчас активно идет коррекция. То есть, несмотря на то, что Bitcoin, кстати, сегодня там имел место быть, уйти там в район 20 тысяч долларов и выше, пока что у нас XRP, в принципе, плавать, да. То есть у нас был заброс, у нас был памп, но это все, естественно, пресекается. Кто-то там набрал, возможно, свыше там 50 центов. Я поздравляю, возможно, я вам именно и продавал этот XRP. И сейчас, в принципе, я дал вам трейд сетапа, где можно его ловить и, в принципе, где у нас киты явно, естественно, разгружали свои позиции. Потому как набор, естественно, происходил, как и с луной, все лето. И сейчас токены XRP явно продали. Что касается, естественно, понижений, то я считаю, что у нас уже есть картина того, куда XRP будет падать. То есть мы видим, что здесь мы уже проломили зону поддержки, да. То есть мы не просто там ее касались, а мы уже телом свечи ушли ниже на 4-часовом таймфрейме. Это говорит о том, что здесь давят продавцы, покупателей нет, и токен XRP вполне себе может даже упасть ниже. Но, в принципе, адекватная цена для покупки, для какой-то там сделки, это 41 цент, 38 центов, возможно, чуть ниже. Но в таком случае, где вы не купите XRP, у вас всегда будет в рамках там часового таймфрейма или 4-часового таймфрейма, если вы торгуете, у вас будет всегда запас выйти из XRP и продать там свыше 5%, там 10% даже заработать. Это вполне возможно. То есть, смотрите, если мы покупаем XRP здесь, да, и XRP здесь отскакивает до там того же самого 50-го мувинга, то здесь у нас локальное движение будет оцениваться в районе и в размере там 9%, около 9%. Если вы покупаете здесь ниже, то тогда вот здесь скорее уже у нас будет зона сопротивления, район там 41 цента, возможно, и выше, да, то в таком случае, если мы это сопротивление проходим, мы уже имеем с вами 6%, и тогда, в принципе, мы можем вообще получить с вами 14%, да, то есть при вот таком раскладе. То есть, нужно еще учитывать то, что биткоин сейчас опять-таки находится в таких кондициях, когда он явно пилит боковик, это какой-то крупный набор. И, соответственно, здесь я считаю, что в рамках там падения биткоина он будет расти, да, но в то же время он будет падать, но XRP тоже будет слабеть, потому что биткоин, он уже расти не будет XRP. И скорее нас ждет, естественно, падение к доллару США при малейшем падении биткоина. К этому нужно готовиться, и поэтому ставить ведра, я вам рассказал, там 41 цент, 38-39 центов, это тоже адекватно. Всем пока и до встречи!